Здравствуйте! Я начинаю серию по обучению методам народной или традиционной, можно сказать, медицины, которая давно забыта или же не используется. На сегодняшний день программы по обучению в медицинских институтах, училищах, они не в обиду сказаны, но регламентированы в основном фармацевтическими компаниями, которые выпускают какие-то препараты, и они их продвигают. Это сила денег, которые стоят за этим всем. Они, конечно, не дают возможности дать правдивую информацию, честную информацию о том, что происходит со здоровьем людей и как эти проблемы исправлять другими методами. Рекламируется только то, что дает максимальный финансовый эффект. А то, что человек может сделать сам, про это, конечно, все умалкивают, потому что это мешает бизнесу. Я в своей практике использую только натуральные методы, и поэтому огромный опыт у меня, я хотел бы поделиться своими знаниями. В первую очередь, я хотел бы рассказать о том, что нужно сделать со здоровьем, и что мешает исправить причины, нужно найти того, что нам мешает. Поэтому первое занятие – это занятие по позвоночнику. которое должно вам дать понятие, что происходит с позвоночником, и почему нужно заниматься его здоровьем. Если мы думаем о том, что каждого человека не касается, то я вам скажу, что 95% людей, например, имеют проблемы с шейным отделом позвоночника. О чем мы сейчас будем говорить? Многие люди страдают проблемами со зрением. Вы думаете, что это само зрение? На самом деле, это, возможно, проблемы с шейным отделом позвоночника. Некоторые, смотревшие этот фильм, могут возразить мне, что нерв, который идет от глаза, он идет непосредственно в мозг, и тут ни при чем, можно сказать, шейный отдел позвоночника. Но проблема в том, что все мышцы, которые работают вокруг глаз, которые дают нам двигательные такие функции, которые сжимают сам глаз, там есть много моментов, которые мы не понимаем до конца, как это работает. Но нервные окончания, которые управляют нашим лицом, то, что я сейчас разговариваю с вами, всеми вот этими функциями, это все идет через шейный отдел позвоночника. Поэтому любые проблемы, связанные даже со зрением, уже могут быть связаны с шейным отделом позвоночника. Много людей сейчас имеют проблемы с гландами. У меня была такая ситуация, как бы воспалительные процессы у моей работницы, и она часто ходила на больничные, и никак не может понять, постоянно ангина, ангина, ангина. Я взял, исправил, поправил позвоночник шейный, и сразу же в один момент все проблемы пропали. Хотя она уже собиралась идти в больницу, но в очередной раз, и она не могла поверить, как это может быть за одну секунду, все признаки ангины пропали из-за того, что просто сделали манипуляцию и расслабили эти участки, которые были где-то зажаты, где-то, может, защемление нерва какого-то было. Ну, трудно здесь судить, что было, но фактически это все исправимо. Дальше. Щитовидная железа. Щитовидная железа – это проблема колоссальная у людей. Я как посмотрю, чуть ли не каждая вторая женщина или имеет эту проблему, или даже о ней не знают. Много мужчин тоже страдает, но они меньше обращаются, поэтому меньше диагностируются. Поэтому вот эти вот проблемы, они связаны непосредственно, и их нужно устранять. Это один вопрос. Второе. Шейный позвоночник – это отдел, который связывает тело, все тело с мозгом, и через спинной мозг, который проходит через шейный отдел позвоночника, идет импульс, и если хоть малейшая какая-то, малейшая есть проблема, то там получается, что нужно разблокировать эти проблемы, иначе ни один орган фактически у нас в организме уже работать не будет. Если один орган не работает, то у нас ничего нет отдельно, все функции всего организма начинают работать неправильно. И появляются какие-то другие хронические заболевания, которые человеку трудно лечить, и они могут длиться годами, десятками лет. Обычные манипуляции можно сделать, и тут уже элементарно можно все это исправить. Я хотел бы в первой части вам дать теорию того, что мешает человеку, чтобы он был здоровым. А уже дальше человек каждый может или это исправить с помощью специалистов, или же я дам вам рецепты простых элементарных вещей, которые можно спокойно делать самому для того, чтобы поддерживать свое здоровье. Очень много воспалительных процессов на сегодняшний день происходит в организме, и те антибиотики, которые в основном используются от воспалительных процессов, без причинно используемые в медицинской практике, они тоже являются проблемами. То есть антибиотик – это тоже своего рода инфекция, которую человек получает в борьбе с другими инфекциями, я бы так сказал. Поэтому, если не контролировать этот процесс, и те антибиотики будут развиваться в организме так, как и другие инфекции, то организм придет к катастрофическому состоянию, и много случаев, когда люди просто… кто умирает, а кто мучается долгое время по причине антибиотиков. И даже антибиотики, которые используются у животных, даже люди, которые говорят, что мы не употребляли никаких антибиотиков, трудно сейчас сказать, где, какая инфекция, и сколько этих проблем существует на сегодня в овощах, фруктах, то, что мы едим вообще, можно сказать, необработанных, сколько инфекций можно получить или же тех антибиотиков через продукты питания, мяса и все такое. Поэтому мы должны с этим бороться. И шейный отдел позвоночника – это, опять же, лимфатическая система. Вот она, иммунная система находится в шейном отделе. Это вот гланды – наш первый этап обороны от инфекции. Поэтому мы недооцениваем иногда те возможности, которые мы имеем для того, чтобы исправить то нарушение, которое у нас есть. Обращаю внимание на то, что нам болит, или где-то там что-то мы анализы сделали, что-то не работает. А, возможно, это шейный отдел позвоночника, которым проблемы делаются очень просто. Что провоцирует? Какие причины проблемы, созданных в позвоночнике? В первую очередь, это подушки. Есть подушки, которые не подходят по высоте, и человек или же у него висит голова, или, наоборот, она очень неудобно находится. И вот это положение, когда мы ходим еще днем на те же головы как бы прямо, а в ночное время мы расслабляем позвоночник, и он находится в неудобном состоянии. И вот эти вот состояния, они дают возможность даже искривления позвоночника постоянного, и на протяжении месяца, недели, а то и нескольких лет человек спит неудобно, в позе, в которой он думает, что это для него хорошо, но это нехорошо для самого позвоночника. Поэтому первая проблема у человека шейным позвоночником – это все-таки подушки. У меня была в практике ситуация, когда пришла ко мне женщина, она сама врач, и для того, чтобы немножко экономить на парикмахере, ей нужно было, конечно, выглядеть хорошо, и она делала прическу раз в неделю, заливала лаком волосы, а чтобы этот лак сам по себе и волосы, укладка эта не нарушилась, она спала на валике. Ну, под шею ложила валик, прическа оставала сама по себе, но голова, вы понимаете, что она просто висела. И так вот, несколько лет она поспала, то в одну сторону, то в другую, искривила позвоночник настолько, что потом все профессора, которые были знакомы, даже сказали, что нет ни малейшей возможности даже операционно что-то сделать. Настолько были изменены сами позвонки за это время, что, ну, медицина подняла руки и сказала, что бессильно. Поэтому, если даже операционно ничего сделать невозможно, вы сможете представить, насколько сама вот образ жизни человека способствует навредить человеку. И потом люди, что вы думаете, они же сами виновны в этом. И потом будут кричать о том, что вот, нас никто не может вылечить, все такие нехорошие, все такие... А кто спровоцировал это состояние? Сам человек. Ведь врачи невинны в том, что человек натворил с собой. Да, иногда можно что-то сделать, а иногда уже и нельзя. Поэтому нужно смотреть на все эти вещи оптимистически и профилактически делать, не допускать ошибок, которые могут вам в дальнейшем навредить так, что на всю жизнь люди некоторые становятся инваридами. Я хотел бы сказать, что многие имеют проблемы с головными болями. Головная боль, опять же, если вы посмотрите, как проходит позвоночник и вот как идут у него вены, они проходят через сами позвонки. И малейшие повороты, они зажимают вены и прекращается или нарушается кровообращение. Что это тоже дает, какие проблемы. Если нарушается кровообращение, мозг не получает кровь, фактически он начинает потихонечку клетки нервной системы отмирать. Это утрата памяти, это, опять же, головные боли, это боли во всем организме, это нарушение всех функций организма. Поэтому я бы советовал выполнять, вот я потом покажу упражнения, которые нужно выполнять, они обязательно, и они восстанавливают все функции и не дают делать те нарушения и проблемы, которые у людей в основном возникают в процессе жизни. Если вы хотите быть здоровым, то такие упражнения нужно делать. Если вы имеете в виду нарушения, которые вы считаете, что их нельзя исправить, я бы вам посоветовал попробовать хотя бы. Почему? Потому что есть легкие и простые методы, а вы о них не знаете. Часть тех знаний, которые я владею, это мои разработки личные на опыт той практики, которую я проводил, или же это старые, обычные методы, которые люди использовали, но они настолько эффективны, я бы советовал их до сегодняшнего дня использовать. Поэтому первая часть у нас теоретически, я даю, и теоретическая часть, она всегда будет бесплатной, а практическая часть, она будет платной. Поэтому кто хочет практически исправить проблемы со своим шейным позвоночником, необходимо будет посмотреть информацию в конце этого фильма и перечислить деньги на счет, и вам дадут информацию, как получить доступ к практической части самолечения шейного отдела позвоночника, которое может влиять на все функции в организме и мешать вам нормально функционировать. Большое спасибо за внимание, может, что-то вам было полезно, если хотите, посмотрите вторую часть. Спасибо большое. До свидания.